Мы все уже знаем, что у нас живёт критик, да? Критик, которого нужно уничтожать, потому что критик – это квинтэссенция голосов, которые нас когда-то критиковали. Обычно первый начинает мама, поэтому очень часто доминирующий голос – это мамин. Так как мама вместе с критикой, потому что она хочет сделать из нас человека, естественно, она хочет как лучше, так как мама вместе с критикой внушает нам, что она хочет как лучше, да, и только она хочет для нас вот так вот хорошо в мире, как никто больше, у нас откладываются вот эти вот две параллельные дорожки, что критиковать – это значит нормально, делать из нас человека как бы так, и нужно с собой обращаться под задмешалкой, и это важно, да, потому что голос-то мамин, голос исходил от мамы, это важно, и поэтому мы так тяжело расстаемся с критиком, потому что это важно, это что-то такое чуть ли не святое, в том числе когда мы работаем с образом критика, уменьшаем его, уменьшаем, отшвыриваем и так далее, просто не обращаем на него внимания. У многих возникают протесты, ну это же мама, там образ мамы, вы мне предлагаете маму там куда-то под лавку отшвырнуть и так далее, да. Вот девушка, спасибо ей, она сегодня поделилась. У неё это просто голос. Я всегда думала, что этот голос, который звучит на заднем дворе и говорит, ты не сможешь, у тебя не получится, делай-делай, всё равно нифига не выйдет, да. Я всегда думала, что это истина, ну этот голос он знает, понимаете. Большое спасибо, что она поделилась, это реально осознание, потому что с одной стороны говоришь, 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 но с другой стороны этот голос прожил с вами, сколько вам сейчас, да, всегда 25, вот он прожил с вами 25 лет и ещё 25, и ещё 25, он уже родной, автоматически принимается за авторитетный голос, что-то важно, но этот голос, он же знает истину, это, наверное, вот эта самая такая интуиция, которая, да, которая всё знает. Следовательно, мы верим, раз мы принимаем его за интуицию, и, пожалуйста, мы строим свою жизнь так, потому что наша реальность – это наши фильтры, во что верим, то и получаем, если схематично. Соответственно, когда мы верим в этот голос, мы получаем то, что у нас не получается, и нам опять не везёт и так далее. Поэтому что делать? Смотрите, мозг верит в ту информацию, которую он слышит чаще всего, да, это мы уже знаем. Хорошо, что мы уже знаем, но мы должны вспоминать об этом каждый день, потому что наше завтра – это результат нашего сегодня, наших сегодняшних мыслей. Очень важно, вот когда мы поняли, что в нашей жизни нас что-то не устраивает, мы же не зря трансляцию слушаем, правильно? Редко какому человеку просто от нечего делать, некуда время, что называется, убить. Нас что-то в этой жизни не устраивает, поэтому мы начали развиваться. И вот каждый день нужно вспоминать о том, что тот голос – это был голос мамы, голос бабушки, воспитателя, дедушки, папы, кого угодно. Это был голос человека, который чаще всего оказывался с ребёнком и делал ему внушения. Голос критика – это негативные внушения. Поэтому, если бы на его месте был другой дядька или другая тётька, поселился бы её голос с её выражениями. Ну, то есть нужно раз и навсегда осознать и, соответственно, распрощаться с ним, потому что это не истина, это не тот, кто всё знает, это не голос с неба, это не интуиция. Это тот, кто чаще всего находился с ребёнком и делал ему негативные внушения. Смотри, не получится, не повезёт и так далее. Куда ты лезешь? Поэтому что делать? Думать те мысли, которые нужны. Получится, будет так, как я сказала и так далее. Понимаем? Меняем, меняем. Мозг верит в ту информацию, которую он слышит чаще всего. И вот как, да, самый частый вопрос, ну а как? Оно само по себе думается. Вот оно думается уже автоматически. Конечно, потому что это нейронные связи. Нейроны создали вот такой рисунок, да, что у тебя никогда ничего не получается. Рисунок, который транслируют, у тебя не получится. Мы должны создавать рисунок, у тебя получится, у меня получится. И как мы это делаем? Обыкновенно, даже вслух, то есть вслух произносим себе, вслух про себя, всё равно как. Мы должны количеством, взять количеством. То есть 10 тысяч раз повторили себе, мы создали нейронную связь. Она будет маленькая, она ещё такая слабенькая. Но чем чаще мы её думаем и произносим, тем чётче мы её прорисовываем. Мысль становится толще. Уже доказано, что мысли имеют толщину. Та мысль, которая в нашей голове чаще, она и толще. Она и думается легче. Поэтому всё в наших руках. Определяем то, что нам нужно и начинаем рисовать новый рисунок. Да?